Продолжение следует... Вот так вот Александра встречают въезжающих. Это, можно сказать, одна из центральных улиц. Ну, не из центральных, я имею в виду, по которой въезжают. Город одна дорога. Правда, еще есть со стороны Владимира. Ну, вот это вот со стороны Москвы. Вот так вот он выглядит. Много понастроили тут всяких магазинов. Не знаю, выживут ли они все, но они растут с космической скоростью. Их количество растет. Очень развит частный сектор. Я не знаю, сколько процентов. Процентов, наверное, 50-то точно будет частного сектора здесь. Одна из точек, достойная внимания, это железнодорожный вокзал. Мы сейчас к нему подъезжаем. На самом деле, очень интересное здание. И вот тут маленькая церковь видна уже. Тоже очень интересная. Вот впереди вокзальная площадь и вокзал. И начинается отсюда центральная улица. Вот впереди справа вокзал. Вот так вот хорошо очень видно здание. Видите, да? Это, наверное, век начала... Конец 19-го, да? Начало 20-го века вокзал. Сейчас очень хорошо смотрятся сосенки. Все в снегу. Красивый памятник там. И вот она, центральная улица Ленина. Вот по этой улице уже можно судить. В городе тоже сплошные магазины. Больше, собственно, ничего нет. Из бывшего завода сделали торговый центр слева. И все первые этажи в городе тоже под такими маленькими магазинчиками. Это хорошо, на самом деле. Удобно. Даже старые дома, как вы видите, на первые этажи все в небольших магазинчиках. Ну, вот и улица Ленина вся закончилась у нас. Ух ты, дом погорел. Ой, как жалко. Только встали мне домик. Погорел. Очень жалко. Некоторые особнички, видите, отреставрированы. А некоторые вот так вот горят. Ну, и впереди эта улица заканчивается Александровским городским судом и отделом милиции слева. Немножко остатки вот таких вот с нижним каменным и верхним деревянным этажами. Площадь, где тут они тусуются периодически в праздниках. Тут проходят всякие мероприятия праздничные. И впереди уже подъезд в Александровской слободе. Чуть-чуть впереди находится еще одна точка интересная. Это усадьба Первушина. Старинная. Ну, как старинная, относительно старинная. Ну, и впереди еще чуть дальше по этой улице сама Александровская слобода. На этом город может быть... Столица нашей Родины. Столица нашей Родины, да. В течение 30 лет. Можете посмотреть у меня. Вот сейчас увидите на экране ссылочку на репортаж из Александровской слободы. Посмотрите, там внутри тоже очень интересно и познавательно. Вот видите, тоже такие оставшиеся торговые ряды. Вот здесь вот справа бывший парк культуры отдыха, который мы не успели поснимать, когда там были старые карусельки, качельки. И вот зеленая, вот она усадьба Первушина в хорошем очень состоянии. Сюда тоже приезжают туристы. И вот, собственно, слева начинается... Вот смотрите, сейчас очень красиво сама Александровская слобода. Ну, вот и все. Город, можно считать, закончился. Представление о нем мы с вами имеем теперь. Здесь выезд из города в сторону Владимира. Начинается дорога. И черемушки Александровские остались в стороне. Потому что там особо делать нечего. Там обычный спальный район с пятиэтажками. Ну, немножко есть девятиэтажек. Может, и двенадцатиэтажные дома есть. Рынок там чуть в стороне мы проезжали. Остался. А это вот дорога на Владимир... Александров Владимирской области, если вы знаете. Областной центр у них как раз по этой дороге. Все. Счастливого пути.